Доброе утро! С вами Читая Город. Сегодня мы расскажем о новинках книг, главными темами которых являются творчество и творческая жизнь. Поиски и обретение счастья, а также преодоление тяжелых и сложных моментов жизни. «Большое волшебство» — новое долгожданное произведение популярной американской писательницы Элизабет Гилберт, чье произведение «Есть молиться и любить» продолжала в списке бестселлеров New York Times более трех лет. В новой книге Элизабет Гилберт пишет о том, как сделать жизнь счастливой, насыщенной, интересной и разнообразной. И, конечно же, счастливой. Исследование писательницы посвящено теме творчества. Гилберт размышляет о природе творчества, о его роли в повседневной жизни, об источниках новых идей. Ключевая тема книги — преодоление страха творчества. Творчество — та доступная всем сила, с помощью которой мы можем преобразить свою жизнь, сделав ее более насыщенной, необычной и интересной. Для этого вовсе не обязательно заниматься искусством, ведь речь идет не столько о том, чтобы создавать произведения искусства, сколько о том, чтобы ловить в сети своего любопытства и смелости те желания и образы и идеи, которые витают в воздухе вокруг нас. Для этого, говорит нам Элизабет Гилберт, нужно только не давать волю своему страху и позволить себе засиять. Книга наполнена интересными примерами и удивительными открытиями, и приглашает нас в увлекательное путешествие в мир собственного творчества. Дохновляйтесь и не бойтесь творить! Счастье Считается, что счастье — это не совокупность внешних обстоятельств, а исключительно внутренний настрой. Отчасти так оно и есть. В 2012 году ООН провела исследование, целью которого было составление рейтинга самых счастливых стран мира. И Дания оказалась на первом месте. А вот английская журналистка Хеллен Рассел провела собственное исследование, посвященное изучению феномена датского счастья, и описала это в своей книге «Хюги» или «Уютное счастье по-датски». Все начинается в тот день, когда уходит с должности редактора британского журнала «Мэри Клэр» и вслед за мужем переезжает в датскую глубинку. Внезапно, оказавшись фрилансером-домохозяйкой в профессиональном городке и женой сотрудника компании «Лего», Рассел начинает проект, посвященный поискам датского счастья. Ей было безумно интересно, как в стране с такой скверной погодой и запредельными налогами живут самые счастливые по официальной статистике люди на планете. Что это за страна, которая придумала и вела в обиход модное в наши дни понятие «Хюги»? Сторонники «Хюги» считают, что нехитрые радости вроде общения с друзьями, кругу близких и родных, или чтение интересной книги на мягком диване с чашкой чая в руках делают человека счастливее и здоровее. Из книги вы узнаете множество интересных фактов о Дании, ее жителях, их отношениях к жизни, а легкий ироничный язык повествования и забавные истории создают атмосферу уюта и комфорта. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!